коллеги тогда несколько слов до в самом начале по технической части проведения нашего прямого эфира я планирую что он займет минут 20-30 у нас будут блоки вопросов и ответов до после определений и самом конце эфира и кто-то уже попробовал эту функцию поднять руку вы можете нажать на микрофон в этом случае я вижу что вы хотите задать вопрос на и дать комментарий и я смогу нужный момент дать вам это слово до включить вам аудиозвук и давайте я представлюсь у нас были небольшие технические такие проблемы да мы начали проводить прямые эфиры в телеграме меня зовут альберт нутазин я спикер преподаватель ассоциации клинической психотерапии и веду ряд семинаров веду практику техник и навыков и какие-то другие отдельные мероприятия сегодня хотелось бы поговорить о специфических фобиях такой отдельной большой теме это в преддверии семинара 2 июля о кардиологичным симптомам и кардиофобии в практике психолога сегодня я специально взял тему которая стоит как будто бы немного в стороне но имеет отношение кардиофобии когда мы говорим о кардиофобии до в некоторых случаях это является таким видом ипохондрии до ипохондрического расстройства в других случаях если это специфическая фобия до отдельных может быть кардиологических симптомов можем относить это к специфическим фобиям и попробуем дать определение всем этим понятиям и разграничить их друг от друга с точки зрения понимания а также в конце поговорим о методах терапии которые возможны может быть в начале эфира да я вижу что кто-то из коллег поднимает руку сейчас до того как перейти к определениям я бы спросил о ваших ожиданиях да может быть у вас есть какие-то ожидания по этой теме да какие-то вопросы которых я мог бы коснуться в ходе эфира если вы готовы сейчас ими поделиться так я пробую дать возможность включить микрофон тем кто поднял руку коллеги если есть ожидания которые хотите высказать до вопроса вначале то можно это сделать сейчас так если если пока нет желающих то давайте мы начнем этот эфир до с апрелей и так специфическая фобия как мы знаем да это под вид тревожных расстройств в мкб-11 специфические фобии выделены в отдельный блок но принципе так так и было раньше во многих других классификаторах здесь ничего нового а вот ипохондрия которой мы тоже будем говорить она стала таким подвидом до обсессивно-компульсивного расстройства что по-своему интересно да и дает нам определенное понимание да и подходы в терапии даже если с ипохондрией мы встречаемся редко и давайте посмотрим поговорим о том что такое специфические фобии в целом это чрезмерная реакция самом реакции тревоги и страха на какой-то специфический раздражитель почему в основном тревоги страха потому что например если мы говорим о фобии по отношению к животным да тут может быть еще такая эмоция как отвращение интересно что это эмоции чаще испытывают женщины да эта эмоция как я сказал чаще бывает при фобии животных да и каких-то других живых организмов и она сложнее всего поддается экспозиции может быть это еще упомянем когда будем говорить о терапии этих расстройств из каких-то фобий которые относятся напрямую к медицине можно выделить очень распространенную да фобию игл крови сюда же относят инъекции да сюда же относят стоматологические процедуры и вот эта фобия она среди всех фобий встречается не менее чем в десяти процентных случаях но в отдельных в отдельных группах возрастных и с ней при терапии взрослых да очень часто можно столкнуться что еще надо сказать про специфические фобии то что есть важные критерии этих фобий важно что симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев и они достаточно серьезны да то есть они отличаются от обычных страхов ну то есть мы берем что-то такое среднее статистическое по популяции да если мы понимаем что например страх собак в этом конкретном возрасте у детей является скорее обычным делом чем редкостью мы не называем это специфической фобией и вот этот вот критерий то что они встречаются да достаточно редко таким образом разделяем варианты нормы например боязнь собак у детей да и варианты скажем так нарушения которые можем можем назвать специфической фобии и важный момент который в мкб-11 часто подчеркивается что это становится заболеванием тогда когда есть нарушение в значимых для наших клиентов сферах жизни например в профессиональной сфере да в личной жизни и в других значимых для этого конкретного пациента сферах ну и еще один важный нюанс за то что такие фобические ситуации они часто избегаются и это избегающее поведение да хранительное поведение это то что мы просматриваем в терапии в первую очередь и еще говоря о критериях попробую перечислить более структурно друг за другом то есть первый критерий сама по себе выраженность и чрезмерная страх и спокойствие до которого возникает либо при контакте либо при ожидании контакта с этим объектом и этот страх это чрезмерная тревога она не пропорциональна до какой-то реальной опасности которые этот объект может вызвать это первый критерий второй критерий то что этот объект активно избегается или переносится если с ним все-таки клиент столкнулся переносится сильной тревогой или сильным страхом важно что этот страх имеет оплённый паттерн да то есть он повторяется из раза в раз и он сохраняется этот паттерн стабилен в течение этого заболевания симптомы они не объясняются лучше другим расстройством да то есть ну например в некоторых случаях у нас могут быть страхи да ну например внутри по тср да и другие внутри других каких-то нозологий которые можно быть и если ситуация лучше объясняется другим заболеванием то это не специфическая фобия часть этого заболевания скорее всего важно что симптомы приводит к расстройству куда значимых сферах жизни наших пациентов и получается эти критерии должны соблюдаться ну и кроме этих критерий есть какие-то какая-то дополнительная информация которые которые мы можем мы можем лежать к голове ну например да мы не должны относиться к специфическим фобиям ситуации связанные с какими-то культурным особенностями отдельных людей отдельный круг людей может быть внутри целой страны да а может быть внутри какого-то небольшого сообщества то есть есть люди которые могут избегать например каких-то темных улиц потому что они относятся к какой-то субкультуре который по какой-то причине требуется избегать от этого и тогда это может быть не дисфункциональным поведением вряд ли мы отнесем специфической форме важно что что когда мы говорим про детей подростков да то есть тут важно понимать где норма где патология то есть в принципе может быть диагностика специфической фобии у совсем молодых людей да она может это может не доходить до степени диагноза как мы говорили о том что это может быть и нормой да если встречается очень часто среди этого возраста но и в целом такие нарушения могут быть нестойкими да они могут самопроизвольно исчезать да то есть это может не развиться полноценная фобия но с другой стороны если фобия появилась в детском возрасте и она остается во взрослом возрасте скорее всего она не пойдет самостоятельно без нашей с вами терапии да без помешательства нашего психологического и какое отношение специфические фобии да имеет у нас был такой акцент в теме прямого эфира да на медицинские симптомы в первую очередь на кардиологически врач кардиолог да я вот буду них рассказывать 2 июля буду об этом говорить более подробно и я думаю что сейчас мы не это не успеем там подробнее поговорим об отличиях такой специфической фобии и в кардиологии в целом отличие от других тревожных расстройств отличие от птср отличие от других состояний с которыми нам это нужно дифференцировать с точки зрения диагностики и если мы говорим об отдельных симптомах да то есть когда у нас у нашего пациента клиента есть страх смерти или страх серьезно заболеть каким-то кардиологическим заболеванием наверное мы отнесем такую ситуацию скорее и похондрическому расстройству но если человек боится отдельного симптома отдельно во первых любой симптом до взятые отдельно можно рассматривать как специфическую фобию человек может бояться повышение пульса я встречался таким в практике причем тут нет страха смерти может не быть страха смерти может быть страха кардиологическое заболевание человек на чтобы не задумываться но сам тахикардия может вызывать все те симптомы о которых мы говорили да в контексте специфических фобий ну наверное это самое частое что бывает еще часто встречается одышка из-за гипервентиляции который человек сам себе вызывает чаще всего неосознанно просто за счет какого-то паттерна дыхания который активизируется в каком-то случае и это тоже что у меня встречалось в клинической практике в этих случаях это скорее относится к специфическим фобиям чем к ипохондрическому расстройству ну давайте для сравнения посмотрим критерии диагностики ипохондрии ну можем достаточно долго да и в россии тем более да в америке ориентировались на критерии dsm-5 но сегодняшние критерии которые данным кб-11 ну они во многом да наследуют те критерии и тоже достаточно понятно когда мы говорим об ипохондрии мы говорим о постоянной озабоченности или страхи по поводу одного или нескольких до серьезных заболеваний обычно выделяют в такие категории то есть каких заболеваний наши клиенты боятся чаще всего ну по нашей теме да действительно может быть на первом месте это кардиологические заболевания мы можем быть широком смысле вот таких сердечно-сосудистых катастрофах когда мы объединяем инфаркт миокадо инсульт это такие катастрофические заболевания сердечно-сосудистой системы и или мы можем говорить отдельно о кардиологии да когда мы говорим про сердечный приступом же у нас будет одна из задач семинара а поподробнее поговорить о кардиологической теме да то есть с точки зрения заболевания как эти заболевания видит врач-кардиолог, как они диагностируются. Если я запланировал, да, если будет интересно, то поговорим и о картиологических препаратах, как они взаимовлияют, да, допустим, на наши психотропные препараты. И знание механизмов развития этих заболеваний может нам помочь понять, как эти симптомы развиваются у наших пациентов. Особенно, да, если у вас часть потока, это пациенты, да, старше 45-50 лет, в нашей стране очень высокая частота, да, атеросклероза и дальнейшее развитие ишемической болезни сердца, которая, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда. И понимание от этой взаимосвязи так называемого сердечно-сердечно-сердечно-сердечно-сердечно-сердечно-континуума, то есть состояние, которое переходит из одного в другое, достаточно важно, чтобы понять внутреннюю реальность наших пациентов. да, то есть зачастую их страхи являются обоснованными, зачастую они действительно испытывают симптомы, которые могут привести, да, и могут быть предвестниками серьезных заболеваний. Но, во-первых, нам важно различать симптомы, да, связанные с тревогой, то есть у нас есть кардиологические боли, связанные с ишемической болезнью сердца, да, которая действительно может привести к инфаркту миокарда, а есть не ишемические боли, да, не кардиальные боли, которые связаны, например, с самим состоянием тревоги, да, с активацией обычно симпатической нервной системы. И об этом у нас будет возможность подробнее поговорить на этом семинаре 2-го июля. Но сейчас вернемся к теме ипохондрии, да, я немножко клонился в сторону кардиологических симптомов, кардиологических, развития кардиологических заболеваний, но я начал перечислять, да, какие заболевания чаще всего наши клиенты упоминают. Когда мы говорим о развитии серьезных заболеваний, упоминается, конечно же, онкология, да, то есть онкофобия тоже очень распространена, может быть, она на втором месте после кардиофобии, или примерно 9 с ней, это первая, вторая позиция. Дальше, все-таки, с большим отрывом на сегодняшний день, хотя, я думаю, зависит от региона, если даже в России, да, это фобия заразиться ВИЧ или каким-то заболеванием, ну, чаще всего ВИЧ, да, там, реже гепатитами, другими заболеваниями, передающимися половым путем. И, опять-таки, с еще большим отрывом другие заболевания, например, нейродегенеративные, да, заболевания, например, рассеянный спироз, которого, ну, которым тоже страдают, да, пациенты, но все равно встречается такой вариант, да, ипохондрия встречается гораздо реже. Можно ли, ну, вот, я думаю, что какие-то нюансы, много есть деталей, да, в которые можно идти, но просто сейчас, чтобы выдержать какой-то наш тайминг, да, нашего эфира, я скажу буквально несколько критерий ипохондрии, да, поговорим о кардиофобии и о терапии, после чего можно будет задать вопрос. Какие-то подробности можно будет обсудить на семинаре 2 июля или на каких-то отдельных мероприятиях, это, может быть, более расширенном формате стоит поговорить еще про ипохондрию. Итак, ипохондрия, да, это постоянная озабоченность, страх развитиям одного и нескольких таких серьезных заболеваний. И эта озабоченность или страх сопровождается тем, что есть повторяющееся поведение. Причем есть два вида ипохондрии, да. Первый вид это поведение такой перепроверки симптомов болезни, то есть такие пациенты, да, постоянно ходят к врачам, они не вылезают из диагностических кабинетов, да, то есть даже приходя к психологу, такой пациент может принести целую пачку, да, похожих исследований, например, МРТ, да, если есть подозрения и есть онкофобия, да, или фобия какого-то неврологического заболевания, или в случае с кардиологией, да, вот мои кардиологические пациенты часто приносят огромные распечатки, допустим, исследований холтера, да, исследований ритма сердца. Они могут делать это каждый месяц, например, и там, конечно, мало что меняется, но для них эта перепроверка является частью их состояния, да, частью их реальности. Это первый вид. И второй, это, наоборот, избегающий тип ипохондрии, да, такие клиенты, такие пациенты, наоборот, не ходят к врачам, да, дальше, где это нужно. Они бравируют этим тем, что, например, они ни разу не были врача, да, ни разу не лежали в больнице и говорят, ну, чаще всего говорят об этом на первой же сессии, да, потому что для них это важно, для них это является некой такой доминантой. Ну, и как обычно в критериях НКБ-11 есть такое, что эти симптомы, да, приводят к какой-то дезадаптации важной, какой-то важной одной, да, или в нескольких сферах жизни наших клиентов. И я в начале этого эфира, да, сказал о том, что кардиофобия, если мы рассматриваем ее в таком широком смысле, да, это может быть и вариантом ипохондрии, и если мы говорим об отдельных симптомах, да, это могут быть специфические фобии. И может быть сейчас уместно, да, сказать, определение данное, там, Треблей и коллегами, когда кардиофобия определяется как вид тревожного расстройства, которое характеризуется избыточной тревогой, о тех ощущениях, да, которые связаны с сердцем. То есть это не обязательно боли, это могут быть нарушения ритма сердца, да, или то, что под этим клиент подразумевает, или любые другие ощущения, связанные с сердцем, просто учащенное сердцебиение или одышка, если у нее клиент связан с сердцем. И это часто сопровождается страхом сердечного приступа, да, то есть наиболее такой серьезной сердечно-связательной катастрофы и возможно, но не обязательно сопровождается страхом смерти. Действительно, мы встречаем достаточно часто, да, и нам нужно дифференцировать кардиофобию с паническим расстройством, когда тоже может быть страх смерти и тоже могут быть кардиологические симптомы. но кардиофобия это скорее ну, можно сказать, отдельный концепт, в который включаются несколько видов тревожных расстройств. Ну, и может быть сейчас, да, в этом прямом эфире хочется затронуть и тему терапии, да, как можно подходить к таким пациентам, что, на мой взгляд, нужно иметь, да, из навыков и компетенций для работы с такими, с такой категорией пациентов. Во-первых, ну, может быть, чуть до навыков, да, желательно, конечно, иметь специфические знания. Понятно, что у нас нет цели стать кардиологами, да, но специфические знания об устройстве сердечно-сосудистой системы, да, в норме и в патологии, ну, по крайней мере, на таком уровне, да, чтобы можно было рассказать пациенту, может быть, в формате психообразования, или понять, о чем он говорит, потому что наши пациенты, да, пациенты-кардиологи, они могут быть очень психообразованные в этой сфере, да, то есть они могут, ну, тут, может быть, и можно больше в широком смысле рассматривать, то есть образование своих симптомов, они могут о своих симптомах знать не меньше, чем написано там в ведущих врачебных справочках. И нам, как терапевтам, это тоже нужно знать в какой-то степени, чтобы понимать внутреннюю реальность наших клиентов, да, чтобы мы в системе свой-чужой оказались своими, чтобы быстрее создалось доверие, да, и тот уровень терапевтического контакта, который нам нужен для дальнейшей работы. Важными навыками являются наши общие универсальные навыки, которые мы демонстрируем в работе с любыми пациентами, но здесь это может быть особенно важно. эти навыки изучаются в теме мотивационного консультирования. У нас в ассоциации есть такой семинар отдельный, да, по мотивационному консультированию, который ведет Ирина Карголь. Я надеюсь, что, может быть, у нас в ассоциации будут тематические навыки, посвященные этой теме. Но там есть много важных элементов, да, направленных именно на улучшение сотрудничества с пациентом. Ну, в частности, большое внимание там уделяется рефлексивному слушанию, да, в отличие вот такого, может быть, несколько директивного стиля. Важные навыки валидации, да, этим клиентам очень важно принятие и валидация того, что они переживают. Часто бывает такое, да, что эти клиенты ходят одного психолога к другому. Во-первых, из-за того, что нет понимания внутренней реальности, да, что с ними происходит, что действительно у них могут быть симптомы кардиологические, да, а не только психологические или они могут быть в каком-то сочетании, но еще и неспособность, даже если психотерапевт, психолог не знает этих особенностей, а самое по себе наличие валидации и понимания ценностной сферы, то, что для пациента это ценно, пусть даже эта ценность связана с автоматическим мышлением, зачастую, но все равно это может стоять для пациентов, да, на первом месте и валидация этого и слушание, да, и интерес к случаю клиента играет здесь очень важную роль. И, ну, говоря про семинар 2 июля, да, и, может быть, дальнейшие семинары по таким темам, смежным с медициной, мне кажется, очень важно вот эту часть, да, общие навыки попрактиковать, потренировать валидацию рефлексивного слушания, да, еще раз об этом напомню, это будет в любом случае полезным, да, не только для этих пациентов, но и для любых клиентов, которые к вам приходят. Ну, и вторая, да, специфическая часть, наши специфические навыки, и, конечно, когда мы говорим о кардиофобии, да, когда мы говорим о ипохондрии, о специфических фобиях, связанных с отдельными кардиологическими симптомами, мы в первую очередь, о чем думаем, мы думаем об экспозиции. Мы знаем, что у нас есть три вида экспозиции, да, экспозиция в выражении, либо интерцептивная, когда мы симулируем наши ощущения в теле, и в случае с кардиофобией уместнее, чаще всего, уместнее именно последний вид экспозиции, да, когда мы с помощью разных техник симулируем либо гипервентиляцию, да, если наш клиент говорит о подышке, либо, если чаще он говорит о тахикардии, да, и о какой-то сердечной боли, мы симулируем физическую нагрузку, ну, точнее, мы действительно даем эту физическую нагрузку нашим пациентам. Здесь важно сказать следующее, очень важно, чтобы у наших клиентов, пациентов не было к этому противопоказаний, да, поэтому зарубежные коллеги часто берут у врачей-терапевтов, да, кардиологов такую справку, они передают своим клиентам, да, запись о том, какие виды экспозиции они хотели бы проводить и просят врача-кардиолога поставить галочку, да, или написать, разрешено ли проводить вот этот конкретный вид интерцептивной экспозиции, да, или этот конкретный вид лучше не проводить. Ну, например, там может быть список, да, бег на месте в течение двух минут, гипервентиляция в течение трех минут, дыхание через соломинку, да, в течение пары минут, приседания и так далее. И в зависимости от ограничения пациента психолог вместе с кардиологом, да, в такой, в таком пандеме выбирает, что можно, с чем можно работать с этим конкретным пациентом. Я вот принимаю в клинике, да, то есть принимаю и как кардиолог для тех коллег, которые ведут таких пациентов, с ипохондрией или, может быть, с конкретными состояниями, да, это может быть кардиофобия, онкофобия и специфические фобии связаны с отдельными симптомами и бывает так, что они направляют ко мне пациентка к кардиологу, да, чтобы я смог дать такое заключение. Действительно, если вы работаете с такой категорией пациентов, найдите, да, специалиста, с которым вы можете быть в контакте, с которым вы можете сотрудничать по этой теме. И дальше дело навыка, да, и дело, что называется, техники. Как и в случае с любой экспозицией, да, мы проводим градуирование тех видов экспозиции, которые можно провести с конкретным клиентом. Мы проговариваем, да, тему экспозиции фобии, скажем так, понимая то, что это очень один из самых неприятных, может быть, методов, да, для наших пациентов, если они будут к этому готовы, к особенности метода, к особенности того, что переживания могут быть неприятными, то клиент может просто отказаться от дальнейшей работы. Ну, и после таких предварительных шагов, да, мы берем нашу градуированную лестницу, да, экспозиции, выбираем оттуда что-то, что может быть не близко к 100% данного, и не 10-20%, что-то посередине, и начинаем с этим работать, если это возможно, с помощью интерцептивной экспозиции, если нет, можно использовать, например, экспозицию воображения, как первый шаг, или если другие способы противопоказаны, то в принципе это может стать основным способом экспозиции. Ну, и если говорить о семинаре, 2 июля экспозиция, это тоже то, что мы обязательно попрактикуем, да, подробно это обговорим, но посетим этим достаточно много времени. Коллеги, вот наверное все, что я хотел рассказать, да, так предварительно об этой теме, о кардиофобии, с точки зрения и специфичных фобий, да, немного затрону тему шире, поговорили о специфических фобиях, в принципе, да, об их критериях диагностики, и, конечно, это отдельная большая тема, и в любом случае лечение будет похожим, да, наша терапия будет похожей, но нужно помнить, что в контексте кардиофобии, специфические фобии будут, фобии отдельных симптомов. И мы поговорили про ипохондрию, да, где кардиофобия может быть видом ипохондрии, если есть страх конкретного заболевания, да, сердечного приступа, и есть одновременно с этим страх смерти. поговорили о методах терапии, да, и об общих универсальных компетенциях, которые могут нам помочь и значительно могут помочь продвинуться, да, и в самой терапии с этими пациентами, и в подготовке к экспозиции, ну, и немного поговорили о видах экспозиции, которые возможны у такого рода, в такого рода случаях, да, у таких пациентов. Коллеги, если есть сейчас какие-то конкретные вопросы, да, может быть, вы хотите что-то уточнить по вашим случаям, или есть вопросы по теоретической части, или по желаниям, может быть, по продолжению наших эфиров, то, пожалуйста, поднимайте руку, ага, я вижу Илона Галкова, да, сейчас даю возможность говорить, да, Илона, говорите, пожалуйста. Вы сейчас можете включить микрофон. Да. Спасибо большое, Альберт. Скажите, пожалуйста, а вот если пациент не хочет пока экспозицию, как бы понимает, все, имеют ли смысл вообще вот какие-то релаксационные методики, или сейчас современных позиций вообще как бы сразу на экспозицию и все, как с этим поступать, если не согласен временно пока пациент на экспозицию? Да, и такое действительно часто бывает. Это не случай, когда наши пациенты после того, как мы объясняем, что это такое, хотят на это соглашаться. Тут есть несколько стратегий, да, с точки зрения экспоненциальных техник, да, например, релаксации, да, и вообще техник, направленных на расслабление, да, например, во время сессии или перед экземпликс. Тоже тут много что зависит от того, как идет терапия, да, и как образование перед этим проводится. Эксперенциальные техники могут иметь, да, чтобы пациенту, обучить пациента, что такое состояние спокойствия. Если он постоянно находится в состоянии тревоги и угрозы, да, ему может быть непонятно, что такое состояние спокойствия в принципе, да, и это может быть одним из направлений терапии. Но в то же самое время важно отслеживать, чтобы это не стало вариантом избегания, и охранителем поведения. И если предлагаем экспозицию, объясняя, да, почему это самый метод, почему он может помочь быстрее, да, чем неиспользование экспозиции, то обычно пациенты рано или поздно соглашаются на нее. Просто важно, чтобы мы начинали не, вот где у нас лестница экспозиции, да, когда мы градуируем, выставляем иерархию разных ситуаций. Нам важно не брать ситуацию 100%, да, начинать, может быть, с 30-40, так, чтобы постепенно увеличилась сложность для нашего пациента, да, возможно, тяжесть переживаемых симптомов. И в этом случае больше вероятность, что он согласится. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, это может быть использовано для того, чтобы тренировать, ну, если говорить языком CFT, да, терапии сфокусированного сострадания, систему успокостия, в отличие от системы угрозы, в которой наши такие чаще находятся. Но в то же самое время мы все-таки, ну, хороший стиль, да, стремиться в терапии, к экспозиции, объяснять клиенту, да, работать с его экспозицией фобии и постепенно идти к этому. Спасибо огромное. Иван, спасибо вам за уточнение, это действительно немного, во-первых, частая ситуация, да, во-вторых, раскрывает нам контекст, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни. Спасибо вам. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если есть, то нажмите, пожалуйста, на значок микрофона рядом с вашим именем, и тогда я увижу, что вы подняли руку. Альберт, я хочу зачитать вопрос из чата, у нас есть один. Да, спасибо. Как отличить кардиофобию от органической сердечной патологии, чтобы не пропустить реальный недуг? В каких случаях отправлять клиента к кардиологу? Да, вопрос действительно очень ключевой, да, и вот мы с этим учетом и стремились и стремимся сделать ряд мероприятий в ассоциации таких пограничных связанных и с медициной и с психологией, потому что мы как психологи важно не пропустить что-то, может быть, что-то требует, что требует вмешательства лекарствами или уже может быть в отдельных случаях, если мы будем на кардиологии, это могут быть вмешательства связанные с капитализацией разных отделов разных сосудов сердца. И для этого первое, как мне кажется, важно обладать информацией о кардиологических симптомах, о кардиологических жалобах. Я постараюсь если быть об этом семинаре второго гуля эту информацию дать насколько мы успеем. к ней можно будет возвращаться когда это вам будет нужно. Ну и в реальной практике дополнительно к этому хорошо бы иметь контакт кардиолога, с которым вы совместно работаете для того, чтобы направить к нему данную консультацию, опять-таки обговорить экспозицию, потому что ее, скорее всего, при согласии пациента все-таки нужно будет проводить. Ну и в целом узнать о состоянии может быть со слов кардиолога, чтобы кардиолог либо письменно в листе рекомендаций, либо при личном контакте, если пациент на это согласен, рассказал вам, что здесь есть кардиологическое, что подтверждено, что необходимо еще обследовать, что может быть обследовано избыточно, мы такое встречаем у наших пациентов, что тоже может быть для вас важной информацией. Ну и в целом такой подход к ведению пациента, такого консилиума с врачом, часто у нас есть контакт с врачами-психиатрами, в данном случае уместен контакт с врачами-кардиологами, мне кажется, такой подход работает лучше всего. Хотя, конечно, знание о кардиологических симптомах, о том, как развивается кардиозаболевание, тоже может быть полезным и достаточно для понимания внутренней реальности клиента и понимания каких-то красных флажков, в каком случае точно направить пациента куда-то дальше. Анастасия, скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы в чате, может быть, предварительные вопросы, которые были? Есть вопросы, будет ли запись этого прямого эфира. Если технически ничего нам не помешает, то мы обязательно сохраним и выставим во все наши соцсети. Да, отлично. И, коллеги, я надеюсь, продолжим эту тему, может быть, больше в контексте эпохондрии в целом, может быть, продолжим в контексте кардиологии и в виде прямых эфиров, и в виде других мероприятий в ассоциации. Так что спасибо вам, что посмотрели это видео, что подключились к эфиру. Вам хорошего вечера и до встречи на наших мероприятиях. Всем пока. Субтитры 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 Субтитры